Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы находимся в кабинете министра образования и науки Ульяновской области Натальи Владимировны Семеновой. Здравствуйте, Наталья Владимировна! Сегодня министр нам расскажет, как приживается нововведение в школах области и что появится нового в следующем году. Наталья Владимировна, вот с 1 сентября все школы в Ульяновской области перешли на пятидневную учебную неделю. И по итогам полугодия и родители, и учителя отмечают, что в целом система эффективна, но значительно увеличилась нагрузка для старшеклассников. Останется ли эта система и в следующем году, или мы перейдем на шестидневку? Доброе утро! Очень приятно накануне Нового года. Одно из утренних дней проводить именно с Ульяновской правдой. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Действительно, в этом учебном году все школы нашего региона перешли на пятидневную рабочую неделю. Но могу сказать, что у нас есть районы, муниципалитеты, которые по пятидневной неделе учатся уже не первый год. Например, Барышский район уже более трех лет на пятидневке. Могу сказать, что в регионах нашей страны на пятидневную неделю перешли достаточно давно. Но, пожалуй, две основные задачи. Первая – высвободить время для дополнительных занятий наших детей, как учебные дополнительные при подготовке ГИА, ЕГЭ, так и дополнительные то, чем детки любят заниматься. И вторая задача не менее важная. Нам очень хочется, чтобы дети больше были с родителями. К сожалению, родители не видят детей. Дети возвращаются из школы, занимаются уроками, родители возвращаются с работы, ребенок уже отдыхает. И пообщаться вместе, куда-то выйти, в театр, в кино, на выставки, на прогулки, к сожалению, такой возможности нет. Поэтому свободный день для общения родителей, на мой взгляд, очень важен. Если говорить о сокращении обязательной части, то могу вам сказать, что для старшеклассников обязательная часть не сокращается. Если говорить о дополнительной части, так называемой формируемой, то там идет сокращение небольшое на три часа, которое может компенсироваться в рамках как раз-таки дополнительных занятий детей. Это внеурочная деятельность. И если нормативно посмотреть по организации пятидневной недели, то в соответствии с нормативными документами образовательная организация вправе установить один из двух возможных вариантов обучения по шестидневной неделе или по пятидневной. Главное — соблюсти требования САНПИНА. В нашем случае, прежде чем перейти на пятидневную неделю, предыдущий год был подготовительным. Когда проводились родительские собрания, обсуждались со школьниками, с родителями, с педагогами, все это протокольно зафиксировано. Безусловно, были те родители, которые не сразу приняли эту систему, что называется «говорим открыто и правда». Но абсолютное большинство приняло это как правильное решение. Второй шаг, который мы должны были сделать в подготовительном периоде — это скорректировать учебные планы программы и, соответственно, штатное расписание. Все это было сделано, и в новый учебный 2019-2020 год мы вошли уже со всеми изменениями и документальными, и человеческими, и обсуждениями. И поэтому мы в этом учебном году работаем сейчас в штатном режиме по пятидневной неделе. Спасибо. Еще одно новшество, правда, оно захватило не все школы, а только некоторые — это система средневзвешенных оценок, вместо привычных среднеарифметических. Говорят, что со следующего года это будет во всех школах. Значит, могу пояснить, что в данном случае Министерство образования никаких ультимативных требований к переходу на иную систему не высказывает, не рекомендует. Это исключительное решение образовательной организации, они имеют также право в соответствии с нормативными документами. Могу сказать, что сейчас на территории всего лишь четыре школы приняли это решение, но на самом деле такая технология не нова. Много школ в Москве, Московской области перешли на эту систему, что, на мой взгляд, прежде всего беспокоит родителей. Непонимание этой системы и со стороны руководства школ недоведения до родителей, каким образом высчитывается эта оценка. Мне думается, что сейчас, прежде всего, руководство школ, а у нас их, повторюсь, на сегодняшний день четыре — это первое, одиннадцатый, тридцать четвертый лице при ОЛГТУ, нужно провести разъяснительную работу. В открытом доступе должна быть таблица веса этих баллов, чтобы родители понимали, что это такое. Но если очень кратко, то по данной системе устанавливается балльность разным видом итоговых работ. Например, контрольное, самостоятельное, проверочное, домашнее задание — это те виды работ, где ребенок должен продемонстрировать уровень компетентности по тому или иному предмету. В настоящее время самым низким баллом оценивается домашняя работа, но предполагается, что ребенок может воспользоваться массой дополнительных материалов, в том числе и интернет. И не всегда домашняя работа, качество ее выполнения соответствует уровню знаний ребенка. Поэтому в школах принято решение взвести ее как самую низкую. И самая высокая оценка — это оценка за контрольную работу, где проявляется самостоятельность ребенка. И, соответственно, считается, что это позволяет объективно оценить имеющийся уровень знаний того или иного школьника. Но повторюсь, никаких рекомендаций на стопроцентный переход в школу мы не давали и не планируем рекомендовать школам, потому что это исключительно компетенция образовательной организации. Но вместе с тем я обращаюсь ко всем родителям. Если возникают какие-то вопросы, то родители смело могут записаться к нам на прием, и мы вместе в каждом отдельном случае разберемся по данной системе. Спасибо. Другая больная такая мозоль у родителей в основном — это сетевой город. Он то работает, то нет. И учителя бывает, что выставляют оценки, бывают нити выставляют, о которых говорит ребенок. И считают, что с бумажными дневниками было все проще. Вот вернутся ли к нам вот эти вот бумажные дневники, даже если есть сетевой город, вот как это можно сделать в отдельной школе, к примеру. Во всех понятно сейчас это идет от Министерства образования Российской Федерации. Что делать? И почему вот так? Это от кого зависит, работает сетевой город или нет? Ну, действительно, сетевой город у нас не первый год в эксплуатации, но могу сказать, что это платформа, которая все-таки связана технически. Любая техника у нас может давать сбой, несмотря на то, что мы активно заходим в фазу цифры, и мы понимаем, что не должна давать сбой с системой, но, к сожалению, такие случаи правда есть. И родители обращаются, мы быстро реагируем. У нас есть технические специалисты, которые сразу включаются в устранение того или иного сбоя, исполнение нарушений от часа до суток, но мы пытаемся сделать все это оперативно, восстанавливаем. Сетевой город вновь начинает работать, поэтому я приношу извинения за технический сбой, но и прошу понять, что любая техника может дать какие-то нарушения в своей работе. Относительно перехода вновь к бумажным дневникам, журналам, иным бумажным носителям, лично мне кажется, что это не совсем правильно. У нас дети трехлетнего возраста быстрее овладевают гаджетами, чем мы, и шаг назад вряд ли он сейчас нужен. Лично мое мнение, я не очень приветствую бумажные носители в современных условиях, но могу даже сказать, что в рамках рабочих визитов по территории региона общаюсь и со школьниками, и с детьми, и с родителями, и младшие классы, начальные классы, школьники уже не знают, что такое дневник на бумаге. У нас есть электронный дневник, мы им пользуемся, у них нет бумажного дневника. Вот одна из последних поездок, например, Майнский район. То есть дневника на бумаге нет. То же самое касается и журналов учительских, только в электронном виде желательно, но на сегодняшний день действительно у нас существует параллельно достаточно много еще и школьных журналов, и дневников. Мне кажется, это буквально дело времени. Поэтому не вижу необходимости переходить на бумажные. Нет, тут проблема в том, что не всегда в сетевом городе есть домашние задания, не всегда выставляются оценки. Это вот кто должен... Это совершенно неправильно. Каждая образовательная организация должна таким первым что ли этапом отслеживать, чтобы их коллеги, педагоги и выставляли вовремя оценки и фиксировали домашние задания. У нас это на контроле. Действительно эта проблема есть. Я думаю, что мы ее в скором времени исправим. Не очень просто людям, особенно, которые у нас талантливые, опытные, педагоги, содержательные, перейти быстро достаточно на цифровую форму работы. Но мы этим занимаемся. Еще такое нововведение. Это касается системы дополнительного образования, системы навигатор. Буквально в последнем родительском собрании всем родителям сказали, обязательно зарегистрироваться в этой системе. Это надо делать или все-таки тем, кто только обучается, например, в детских школах искусства, которые связаны с государственными учреждениями. Смотрите, действительно, система навигатор — это новая система. И, по сути, она запущена в рамках реализации национального проекта образования «Успех каждого ребенка». Для нас важно, чтобы... Вообще, он помогал его. Сначала, например, кому-то нравится футбол, а потом вдруг понравится хоккей. Вот возможность выбора каждого нашего школьника и определение с его интересами — это очень важная история. И навигатор здесь позволяет увидеть весь тот арсенал возможностей региона по дополнительному образованию. И родитель может помочь ребенку зарегистрироваться и должен помочь зарегистрироваться в этой системе. А — для того, чтобы посмотреть, что в регионе мы можем дать на сегодняшний день и попробовать себя. Б — родитель должен понимать, что за регистрацией ребенка его выбором идет финансирование. Это электронный сертификат. На руки средства не выдаются, но электронно в личном кабинете родитель может увидеть, какая сумма пойдет вслед за ребенком. Причем родитель с ребенком может выбирать сегодня он сходил на одну секцию, потом на другую, остановился, и далее все оставшиеся средства пойдут финансово за школьником или иным ребенком. И нам бы хотелось, чтобы, регистрируясь в навигаторе и видя возможности региона, родители вместе с ребенком помог нам определиться, а чего не хватает. Вот какие направления нужно еще завести для того, чтобы удовлетворить интересы и потребности наших жителей. Вот ничего не могу сказать против таких дополнительных кружков, например, творческих, как макраме. Вот я помню себя в свое время, я ходила на макраме два года, мне это безумно нравилось, и навык сформированный. Но сейчас интерес вот детей к этому, например, виду творчества, он снижается. И поэтому для нас, для принятия управленческих решений важно, насколько мы можем уменьшить количество, например, кружков по макраме условно, и увеличить количество кружков по робототехнике. И, соответственно, финансово распределить наши потоки на те направления дополнительного образования, которые более востребованы. Поэтому я очень прошу всех все-таки обозначиться в навигаторе, определиться и давайте решать вместе, что нам еще не хватает. А до какого момента надо зарегистрироваться? В любое время. Даже если через год. В любое время. Ребенок с родителями регистрируется в любое время. Но могу сказать, что навигатор, поскольку система новая, платформа новая, подана она нам с федерального центра, она тоже требует совершенной эксплуатации, так скажем. Вы же мы говорили с вами про платформу сетевого города. Поэтому по навигатору тоже были вопросы сложности зайти в систему. Она сбоит, она не принимает. Мы полгода настраивали ее вместе с техническими специалистами из Москвы эту систему. Сейчас сбоев меньше, но они тоже бывают. Поэтому родители, прошу вас сразу нас информировать, и мы будем ее корректировать. Ну, как нам сказали в учебном заведении, что подойдите к техническому работнику, он вам поможет. Ну, действительно, это так. И вот перейдем к следующему году. Будет ли введена в следующем году триместровая система обучения, в каких школах она уже есть, в чем ее принцип, и сократится ли количество учебных дней в году, и сколько будет каникулярных? Потому что, так посмотрела, там каникул достаточно много. Триместровая система. Ну, просто огромные слова благодарности нашему губернатору Сергею Ивановичу, потому что он обратил внимание на эту систему и дал нам поручение ее изучить и возможность внедрения в образовательную организацию нашего региона. По поручению губернатора мы обсудили эту тему с физиологами, психологами, медиками, педагогами. Специалисты, медики и психологи говорят, что такое чередование, а именно пять недель учимся, одну неделю отдыхаем, именно такое чередование способствует комфортному прохождению учебного процесса ребенка, поскольку не позволяют утомляться нашим детям. Я консультировалась с коллегами Москвы и Московской области, там эта система уже не первый год, и коллеги на цифрах мне показали, как увеличился процент качества образования, выше, после того, как перешли на тресеместровую систему. В нашем регионе две школы в Ульяновском районе и школы города Димитровграда несколько лет работают по данной системе. И на общеобластном родительском собрании при губернаторе два директора школы из Ульяновского района презентовали эту систему. Также было на цифрах показано, как комфортно учиться, дети не успевают уставать. И мы послушали и отзывы родителей, и детей. Поэтому я думаю, что это правильный ход, и мы на следующий год на эту систему будем переходить. Сейчас перейти невозможно, потому что в соответствии с законом об образовании в течение года нам не разрешается менять учебные планы, учебные программы. Поэтому это возможно только с нового учебного года, когда формируется план, корректируется учебная программа. И поэтому с 1 сентября мы на эту систему перейдем исключительно во благо детей и их родителей. Но у детей и родителей есть вопрос. И даже те, которые сейчас перешли на эту систему, не стыкуется учебный процесс с процессом дополнительного образования. В школах искусства, о которых мы говорили, в дворцах творчества нет каникул в то время, когда каникулы в школе по триместрому обучению. Поэтому у всех просьба посмотреть на учебные процессы в дополнительном образовании, чтобы состыковать время отдыха и там, и там. Мы сейчас запустили анализ процесса обучения в дополнительном образовании, для того, чтобы удовлетворить совершенно правильный запрос от родителей и детей. И по трисеместровой системе обучения летние каникулы как были, так и есть. Они полноценные, три месяца. Ну, а здесь каникулы чуть больше. И оценки выставляются три раза, февраль, ноябрь, февраль, май. Это позволяет заранее понимать, какая у тебя итоговая оценка выходит, скорректировать ее. То есть здесь и психологически комфортнее детям и их родителям. Спасибо большое, Наталья Владимировна, что вы ответили на наши вопросы, вопросы родителей, учителей. Спасибо большое. Спасибо вам огромное. И с наступающим Новым годом. Вас тоже с наступающим Новым годом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин.